История сотрудничества Юрия Башмета и города Видной началась более трёх лет назад, когда оркестр Юрия Абрамовича вместе с известным российским актёром Константином Хабенским давали концерт во Дворце Спорта. В то время прославленный музыкант искал в Подмосковье место для реализации общероссийской программы «Юрий Башмет молодым дарованием России». И тогда вот Юрий Абрамович посетил нашу школу искусств, школу с традициями, школу, которая действительно необычна сама по себе и находится в необычном месте города, очень близко расположена к Москве, то есть хорошая транспортная доступность. И вот тогда прозвучало предложение именно вот эту программу, которая реализуется в стране с 2013 года, реализовать и на территории Подмосковья, именно в нашей детской школе искусств города Видное. Видновская детская школа искусств по праву считается одной из лучших не только в Подмосковье, но и в России. Воспитанники школы неизменные участники многочисленных конкурсов и фестивалей, в том числе и международных, откуда привозят награды самые высшие пробы. Именно профессионализм преподавателей стал главным аргументом выбора площадки для реализации в Подмосковье программы «Юрия Башмета». Стены можно покрасить, инструменты можно купить, но найти людей, которые с душой, профессионально, с чувством стиля, умеют это делать, это уникально. И вот это, конечно, было главное. За время реализации программы ученики школы искусств смогли посетить мастер-классы, которые давали известные музыканты. Профессор Евгений Финкельштейн поделился с молодыми коллегами секретами игры на классической гитаре. Вот я бы хотел им посоветовать не играть с чувством ответственности, а играть просто с удовольствием. Потому что если они будут сами получать удовольствие, все получат удовольствие. Доцент, преподаватель Московской государственной консерватории Сергей Гловацких преподал открытый урок игры на фортепиано. Общение новичков с профессионалами – главная ценность этого обучения. Любовь к музыке, которая у них у всех, безусловно, есть, ее тоже нужно как-то в себя взращивать, вот, и специально о ней заботиться. Потому что труд тяжелый, труда много, он не всегда приносит моментальную отдачу. На территории Ленинского района ежегодно проводятся десятки фестивалей и концертов не только всероссийского, но и международного уровня. Умение принимать и организовывать подобные масштабные мероприятия также стало доводом в пользу избрания видного для реализации образовательного проекта. Команда района, Ленинского района, нацелена очень активно, стратегически на проекты высокой культуры, потому что это не везде получается. Есть определенная специфика, нужные желания, профессионализм и осознание того, что культура, она у нас, конечно же, в губернаторской программе нашей Подмосковья всегда в приоритете, но еще надо с этой тонкой материей уметь обращаться. Вот в Ленинском районе очень хорошо умеют это делать. Визит советника губернатора Московской области по культуре в ранге министра был приурочен к очередному мастер-классу, который уже во второй раз проводил преподаватель Московской государственной консерватории Сергей Гловацких. После открытого урока состоялось обсуждение дальнейших перспектив развития образовательной программы Юрия Башмета в Московской области. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.